На этих кадрах российская ракета-носитель «Зенит» доставляет на орбиту ангольский космический аппарат «Ангасад». Он предназначен для обеспечения вещания на территории Республики Ангола и всего Африканского континента. А это уже запуск американской ракеты «Антарес» с грузовым кораблем «Сигнус». Через несколько часов он пристыковался к МКС и доставил на станцию десятки тонн полезного груза для научно-исследовательских работ. У этих ракет разные задачи, принадлежат они разным странам, но объединяет их одно – двигатели, созданные в стенах химкинского НПО «Энергомаш». Повод вспомнить о достижениях отечественного ракетостроения – день рождения Виктора Никоноровича Семенова. Химчанину исполнился 81 год. Еще в 70-х годах, будучи инженером на «Энергомаше», он создал жидкостный ракетный двигатель. Такие и сегодня используют для отправки людей и грузов на орбиту. Его биографию не найти на страницах Википедии. На улице прохожие не обратят никакого внимания на пенсионера. А между тем, Виктор Семенов лично знаком с президентом, его знает Илон Маск. А в США химчанина регулярно приглашают в качестве консультанта. Интересный факт – Соединенные Штаты, несмотря на предоставленную в их распоряжение техническую документацию, так и не смогли наладить производство ракетных двигателей РД-180. Поэтому продолжают закупать их у химкинского предприятия. Пик профессиональной деятельности Семенова пришелся на начало 70-х, когда он проработал на предприятии уже более 10 лет. Работа над проектом «Энергия Буран» стала делом всей его жизни. Стояла задача создать многоразовую транспортную космическую систему, которая бы доставляла груз на орбиту и возвращалась обратно на Землю. Инженеры трудились над созданием двигателя, устойчивого к большим нагрузкам, способного вывести на орбиту многотонную систему. Это же 800-тонник, а «Гагарин» летал 86 тонн. Представляете, разница какая? Потребовались материалы новые, высокопрочные, жаропрочные материалы. Их никто никогда не использовал. И когда их начали ставить, то они все трещали. Просто как стекло. Будучи инженером-механиком сварочного производства, Виктора Семенова назначили ведущим инженером по пайке, чтобы создать уникальные соединения металлов. Они должны были выдерживать физические и химические нагрузки, которые воздействуют на летящий в космос ракетный двигатель. Семенов с коллегами создал установку в стенах энергомаша. Она позволяла испытывать металлы на прочность в условиях реальных нагрузок. И мы установили, какие металлы, существующие в мире, чувствительны к воздействию расплавок припоя. А дальше оказалось, что они все чувствительные. То есть выбрать нечего. И тогда началось второе решение задачи. Как на этих же металлах уйти от трещин? Вот. Потребовалось изучение глубокой физико-химических процессов. С Ленинки, я говорю, я субботы, в воскресенье полностью 8 часов в Химках на станции, на платформе. К 10 открывается Ленинка. К 10 полодесятого я уже, чтобы хорошее место занять там у окна. Вот так я жил вот такими проблемами. Сотни часов в главной советской библиотеке страны, месяцы бесконечных экспериментов, проб и ошибок дали результат. Виктор Семенов нашел вариант пайки, который позволил создать сплав, устойчивый к нагрузкам. Это был сногсшибательный результат, научное открытие, детали которого и сегодня засекречены. Впоследствии также были решены проблемы сварки и ковки ракетного двигателя. И вот РД-170 впервые был успешно опробован. 15 ноября 1988 года челнок «Буран» совершил космический полет. Он был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия», совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку. Полет прошел без экипажа, полностью в автоматическом режиме, с использованием советского бортового компьютера и программного обеспечения. Полет вошел в книгу рекордов Гиннесса. Судьба Виктора Семенова удивительна не только научными достижениями, поражает силы его характера, которые он демонстрировал с детства. Вместе с семьей, братьями, сестрами и родителями, Виктор Семенов жил в деревне рядом с Химками, в землянке на 8 квадратных метрах. Спали они на сене и соломе. В 1947 году из-за голода он чудом остался в живых. Восемь детей. Восьмая умерла от голода, но я тоже от голода в 1947 году умирал, лежал пухлый. В школу я пришел, меня не брали по состоянию здоровья, врачи меня в 1947 не пропустили. В ноябре месяце я пришел, и уже снежный покров был, с дождем. Я пришел в одних брезентовых трусах в школу. Учиться очень хотел. Учительница посмотрела, говорит, а вы мальчик куда-то пришел, знаешь? Я говорю, знаю, в школу. А почему раздетый, разутый? А я говорю, у меня ничего нет. Я помню вот щедрость детей, хотя очень сложная, после войны ведь тоже положение было тяжелое в семьях, особенно в больших, да? Меня одели и обули. 16 годам Виктор Семенов весил всего 42 килограмма. Его не брали в военное училище по состоянию здоровья, куда он хотел поступить, чтобы не голодать. И тогда он решает изменить свою судьбу. Я начинаю над собой работать. Работать в том плане, или буду жить, буду здоровым, или помру на расстоянии, где-то в бегах. Так я начал очень усиленно после работы заниматься физической нагрузкой. За год я вышел на километр бега, причем бега по времени. За два года я вышел на 10 километров бега и начал моржевать круглогодично. Это вот занятие три часа спорта я каждый день до сих пор продолжаю. А потом была служба в армии, работа на предприятии, которой он посвятил около 60 лет. И за это время Виктор Семенов ни разу не был в отпуске, просто не хотел отдыхать. Он грезил научными достижениями и прорывом в области ракетостроения. Сегодня он научный консультант на родном предприятии, лектор ведущих технических вузов. Его авторские изобретения и патенты стали предметом изучения многочисленной научной труды и книги, востребованные в международном научном сообществе. Достижения Семенова в области ракетостроения позволили заработать хинкинскому предприятию миллиарды долларов. Все свои гонорары Виктор Семенов перечисляет в детские дома. Мне не нужно. Мне достаточно. Костюма у меня хватает. Поесть тоже хватает. Жилье у меня есть. Машина у меня, подарок есть президентская в области науки. Так что мне, говорю, тоже ничего не нужно. Поэтому, говорю, а дети, я сам дважды умирал от голода, поэтому я и даю, чтобы дети росли. Я дал слово в детстве, если выживу, я буду помогать всю жизнь детям. Поэтому дети это мои. В химках, например, я и так и называю. Все химкинские дети это мои. Ровно год назад, к своему 80-летию, Семенов выпустил историко-биографический труд «Космос. Моя жизнь». В нем химчанин поделился воспоминаниями о своем детстве, периоде становления, ярких встречах и событиях в мире науки. Сегодня заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, лауреат государственных премий Виктор Семенов продолжает постигать все новое. И не теряет надежду, что недалек тот год, когда космические корабли смогут преодолевать большие расстояния. Например, за счет двигателей, работающих на солнечной энергии. Но это уже совсем другая история.